привет дорогие друзья уже с наступающим или с наступившим новым годом вас поздравляю как обычно желают все блогеры я тоже вам пожелаю это естественно банальщина такое как здоровье счастье любви позитива вообще в жизни улыбок хотя знаете банальщина не банальщина в конечном итоге главное у нас жизнь остается это естественное здоровье здоровье это хватит всего что нас окружает если мы будем здоровы мы будем и счастливы и любимы а если здоровье нас подведет его не за какие деньги не купишь много-много всего того чего и наверное еще вы хотите это тоже является главным целеустремленность в мечты все превращать все вот это делать мне кажется это очень очень важно очень главное честно говоря очень переживаю потому что записываю это поздравление в первый раз своей жизни вообще первого с кого-то поздравляю помимо родных людей да это очень волнительно наверное эти видео я также подведу итог того что было у меня в этом году вот у меня очень насыщенный и я могу сказать что это один из счастливых готов которые были в моей жизни но наверное на данный момент самый счастливый такого насыщенной такой жизнью больше не было да то есть как-то резина проводить анализ каждого месяца по моему глупо но я что-то пробую с вами сделать да у меня есть еще вот такой бокал помните его да и в конце нашей беседы он наполнится и мы выпьем с вами за наступивший или наступающий новый год у кого как потому что видео выходит в одно время да а часовые пояса разные каждый посмотрит его в разное время поэтому как как-то вот так я вам очень счастлива от того что открыла канал это до того что у меня есть вы хорошие люди это или плохие тролли это или быть обыкновенные зрители это абсолютно не важно этот канал изменил меня этот канал меня наполнил наполнил как-то внутренне и в принципе изменила мою внешность и тому подобное но это уже будет она более как-то подробности буду все рассказывать я хочу пожелать всем зрителям своим и всем людям которые просто посмотрят может захотят подписаться или просто поставить лайк под этим видео пожелать естественно только хорошего да только самого светлого того чего или знаете как-то эгоистично мне кажется говорит что я там желаю вам того чего желаете мне вы это неправильно потому что не все люди нам желают чего-то хорошего я всем на всем могу сказать что наверное в новый год нужно отпускать сказать все плохое отпускать все негативное вообще прощать всех у меня честно говоря в этом году есть кого простить я этих людей проще не знаю просят ли они меня и вообще посмотрят ли они это видео и услышат ли меня о том что нужно быть добрее нужно быть как-то лояльнее друг другу как бы кто кому не нравился ну это уже такое поэтому я хочу попросить у всех прощения кому я не нравлюсь кому я как-то мешаю да по жизни хотя я до сих пор не могу понять как я могу мешать и чему можно завидовать потому что я не знаю вашу жизнь вы не знаете мою жизнь то есть как-то ну соотносить это мне кажется не очень правильно в общем я прошу всех прощения тех кого я обидела тех кого я как-то задела простите меня в канун нового года или уже в новый год давайте вступим в этот год светлыми очищенными выбросим весь мусор вообще считаю что под новый год нужно выбрасывать весь весь мусор весь весь хлам из дома из сердца из души из головы вообще полностью полностью очищаться я этому учусь и хочу чтобы вы тоже этому научились чтобы вы хранили в своем сердце только добро только тепло только позитиве знаю что я сейчас много раз могу повторяться но я это говорю искренне без подготовленного текста у меня нигде вот тут вот тут вот тут нет листочка то есть я это все говорю так как я думаю так как я чувствую так как я ощущаю ну давайте начнем какой-то анализ моей наверное жизни но начнем с месяца января особо этот месяц ничего не изменил мне в январе кстати день рождения девятнадцатого числа очень скоро девятнадцатого января мне будет уже двадцать лет какой ужин себе уже такая старая ну ладно это не будем о плохом да особо никак не изменил прошел так же самое скучно монотонно единственное что изменилось в моей жизни это я стала почаще заглядывать в youtube с декабря шестнадцатого года я начала смотреть каналы первый канал уже как все знают это савериат сам вала дамян да как уже всем известно тогда я как-то посмотрела и хочу признаться честно что в декабре еще присматривалась я еще так там не была увлечена этим каналом январе что благодаря этому каналу я как-то позитивно провела свои в рождении по-моему мне туда отправила первый донат и то ли что-то просила пожелать то ли песни и уже не помню что я что я писала что я отправляла и не помню ли я называла себя либо я анонимно как-то я вот честно не вспомню помню что это был первый день когда я провела донат и вот поняла что у этого человека я буду смотреть потому что этот человек дает какой-то позитивный посыл людям да какой-то не знаю позитивную энергетику неважно хорошо этому человеку или плохо все равно хочется смотреть я думаю все мне поймут как-то вот так прошел мой язвай то есть ничего особо обозначено не было феврале кстати в январе еще была моя сессия которая сдала на отлично не заплатив ни копейки поэтому я отлично в каком-то способе феврале тоже особо ничем не обозначился кроме конечно конца последнего 28 февраля да сейчас буду много говорить и о сам вейли и о николае и алексее потому что это мое видео это мой год это то что здесь произошло и я думаю я имею право на это невзирая ни на какие осуждения потому что я честно говоря устала как-то молчать стала закрывать рот когда мне хочется что-то чем-то поделиться я уверена что будут те люди которые меня поймут и которые меня которые меня поймут будем будем говорить так 28 февраля помню как сейчас встретила первый раз в жизни на тот момент наверное своего я бы не сказал что это кумир нет но просто как-то что-то мне нравилось этом человеке но я никогда не думала что я в жизни его встречу это было два тут наверное этот был переломный момент моей жизни именно вот вот тот день потом уже что было дальше я потом вам обязательно расскажу 28 февраля я пришла на театр да как бы вроде бы на спектакль и до этого встретилась сам вела мы все же прекрасно об этом знаю что есть видео есть этому доказательство тот момент еще не было блогером и вообще не думал о том что я там буду ходить снимать видео ездить туда-сюда то есть очень насыщенный опять же повторюсь был год то есть я не думал что это будет на тот момент я не думал что это так будет момент я жила в скромном врагу была скромная девочка которая плакала по любому поводу вот такая вот нюня размазняя даже будет так на себя сказала это было на тот момент сейчас это уже давно далеко не так встречи же что мне очень сильно запомнилось потому что я не думаю что человек с экрана может вот так просто легко разговаривать общаться ну и так далее то есть я не буду особо расписывать кто ему кто поймет меня мои эмоции на тот момент тот поймет потом что было в марте в марте это была моя первая поездка за вот за пределы моего города такая самостоятельно потому что раньше ездила за школой там всякий крым был кременчук одесса и тому подобное первого такая реально самостоятельная поездка это был днепропетров днепропетровск первый раз я приехал в этот город для меня он очень понравился он очень был необычный и это я почувствовала изначально приехав туда да еще даже не доехала до оперного театра что еще кстати вот такая вписочка что еще изменилась моей жизни это что я реально полюбила театр реально полюбила оперу это безрукавское безрукавство это без ничего хотя честно вам признаю что недавно мне одна женщина писала что вот ты что и правда любишь театр или специально для сам вела стараешься я хочу ответить вообще всем поставить в этом точку что я действительно люблю театр он мне очень нравится и буквально любовь я была в своем драматическом театре была в оперном понятное дело что оперной не прием немножко выше уровня но тем не менее мне нравится театр и я люблю театр потому что там реально живая жизнь там когда туда попадаешь там другая энергетика там тебя захватывают то есть я не буду это расписывать потому что я реально понимаю что в этом плане меня мало кто поймет но лучше мне кажется сходить в театр чем сидеть на ливане но опять же это лично мое мнение дальше что было после этой поездки я очень хорошенько обыскала занялась собой начала бегать начинаю реально заниматься спортом и мне очень понравилось то есть мне понравилось дисциплинировать себя как я к этому пришла есть видео я могу оставить ссылочки под этим но может быть не сейчас или как-то вставить в общем как-то вот я вам потом покажу эти видео не хочу пересказывать их потому что уже это все записано тоже все сказано это не для новогоднего видео да очень изменилось за буквально шесть месяцев я похудела на 14 килограмм и никогда не думала что так будет я вообще никогда не задумывалась о том что я могу как-то измениться из-за каких-то вот ну из-за интернета по сути да из-за интернета который следствием который дал мне там человека да причем интернет этот не дал мне ни одного человека за всем буду понемножку может потихонечку рассказывать и так обширно потому что время опять же поджимает все же хотят выйти все же хотят отметить новый год или кто-то отметил новый год что было дальше в апрель и май в апреле по моему познакомилась с по интернету самого начала с николаем канал каменнику влог или можно все это все давно это знают это потрясающий человек хочу сказать кто бы что не говорил кто бы что там не высказывал свое мнение я абсолютно как-то к этому отношусь отрицательно потому что я знаю человека я знаю что у этого человека на уме и что вообще что из себя представляет этот человек у меня негатива никакого изначально не вызывал да мы с ним начали общаться и уже потом в мае по моему первый раз встретились да потому что а еще в апреле я ездила на кармину бурану тоже спектакль но он такой странненький я не совсем его поняла с первого раза может еще когда-нибудь сижу в мае мы познакомились с николаем это было на встрече в кривом рогу или роке честно как произносится я до сих пор не знаю там еще познакомилась одной девочкой которую зовут анютка анна борина я думаю все и знают потому что она очень часто попадала у меня видео и я думаю еще будут попадать это тоже очень хорошенький светленький человечек но за нее немножечко позже что для меня дало знакомство опять же с амвелом и с николаем давайте так уже об обширю до через нее вернее сужу круг чтобы не расписывать для каждого человека для меня знакомство с этими людьми дало внутреннюю силу и внутренние желания на изменения это не значит что там вот если бы эти люди не появились на жизнь и время начала меняться нет я бы начала меняться но эти люди дали определенный дали определенный толчок на котором я упираюсь и на которым я вот стала буквально на ноги потому что что я была очень слабая по характеру очень слабая по потуху вообще я не буду рассказывать что именно какой дал именно основной толчок потому что это лично это не для ютуба и это мало кто поймет это знают мои друзья и никто более что же еще такое было а давайте я поговорю за анюту и потом я наверное обобщу тех людей которые в моей жизни сыграли очень важную роль в этом году анютка очень такая позитивная светлая девочка необычная для меня потому что я таких людей с такими мыслями встречаю впервые в своей жизни мы познакомились с ней на встрече она была со своим племянником вот поговорили на встрече потом еще погуляли по образу гуляли 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 много гуляли особо я не умею про людей рассказывать могу сказать что это хороший человек и я считаю что я в этом человеке не ошиблась хотя опять же да нельзя быть полностью в каждом человеку уверен это правда жизнь что же было дальше в июне по моему да в июне я снова приехала в театр это было 20 июня по-моему это было переднем рождения нашего великого блогера это я без лукавства сказал что может это неправильно трактовать неправильно понять тогда вот у меня такой был прям тогда по-моему я уже делала кстати видео с но не снимала а нет я тогда уже снимала видео я сама начала вообще были у меня нарезки это было до паски такому март месяц начало апреля потом уже я уже начала себя показывать в полной красе да и в какой у меня там было 800 зрителей 50 800 до 100 зрителей доходила до после того как я вот 20 июня поехала ну кто видел видео то думаю поймет и не буду расписывать там что-то там было было трансляция на первая трансляция у николая и поэтому у меня тогда был такой прям скачок нет было 430 зрителей прям за ночь по-моему буквально нет за ночь 200 чем-то но потом очень возросло 400 чем-то я очень за это благодарна потому что наверное без этого я бы уже давно закрыл канал потому что давно бы не видела смысл в этой работе то есть для коллаборация полно можно сказать сработала что же еще такого было отдельно же отдельные моменты кусочки я не буду рассказывать что это все есть видео в процессе которые можете посмотреть буквально по датам буквально все они остались еще здесь что же было еще ребятки надо вспомнить после этого по моему в июле или начале августа меня пригласила одна замечательная женщина которую зовут люба канал любовь киев я думаю знают все пригласила на в киев для меня это было необычное предложение потому что я никогда вообще подобного не совершала да вот так не дурац и поехал там куда-то тем более в киев мне очень нравится киев он очень интересный такой город скажу честно вряд ли бы этом жила вряд ли бы я там хотела жить но как для того чтобы узнать получше его я бы конечно же хотела этого и потом я согласилась на эту поездку поездка была долгой я ехала не на поезде ехала маршруткой и хочу вам сказать в этом что то есть да это долго да это дискомфортно вот какие-то ощущения при этом ты другие испытываешь я очень много ездила в украине по украине по сути за этот промежуток вот в киеве ехала 8 часов по моему да на два дня я приехала к любви она показала киев на сейчас я буду дальше рассказывать за дорогу она мне показала киев она не казала печерскую лагу софиевский собор она мне показала буквально вот андреевский спуск буквально пауки насколько мы насколько было насколько давала в день вернее время показывать это были замечательные потом же межигорье да то есть мне это очень понравилось естественно что без фальши я очень благодарна этому человеку вообще всем людям которые были со в этом году и это еще не все там мне еще очень очень повезло даже в этом году я хочу сказать в общем я посмотрела киев потом же обратно 8 часов я ехала на опять же на маршрутке но я же что я об этом никоим разом не жалею да это каком-то роде дискомфортно но это в каком-то роде и приключения мы там вставали на заправке туда ходили туда туда то есть это это интересно что же было дальше дальше я познакомилась с одним суперским потрясающим уже блогером мускать великим блогером которым я желаю миллионы подписчиков но естественно чтобы он меня при этом не забывал его зовут алексей март я помню это я помню эту встречу да я помню как он мне написал под каким-то видео там ты молодец и потом заходи на мой стрим как потом оказалось он узнал меня благодаря каналу коле и все же мы стали дружить и мы сейчас дружим кто бы что не говорил кто бы что не писал кто бы что кто бы что но мы дружим это это действительно дружба я считаю что дружба между мужчиной и женщиной бывает и она намного крепче чем противоположный пол там каким-то каких-то других отношений поэтому спасибо ему огромное это человек оказывает мне огромную поддержку его очень-очень обожаю люблю целую послушает он это до конца потому что уже я вижу много я записал много я наговорила но тем не менее я его очень ценю люблю и уважаю за то что он прежде всего человечище да и он всегда высказывает свое мнение честно как бы что там было неприятно как бы это неприятно звучало для меня это все равно всегда честно поэтому спасибо тебе огромное лёша ну что там дальше поговорим там еще будет много всего чем еще год не закончился потом что было но уже всякие поездки это я уже так в днепр например или обратно плево кто-то приезжаю уже это не буду это более на этом делать акцент я просто будешь в общем на общую картину потом по моему в сентябре нет или в августе честно я сейчас не вспомню я ездила в запорожье тоже такой потрясающе бы сказала город город такой мощных мужчин в хорошем смысле этого слова да ехала ехала я опять же ехала сейчас вам скажу про дорогу опять же про дорогу я ехала 4 часа туда 4 часа обратно но это не даже наверное по 5 часов то есть 10 часов дороги я была в эти сутки ради того чтобы 3 часика погулять с потрясающей замечательнейшей девочкой которую зовут диана диана канал диана лёша лафи мы все это знают вы не представляете насколько это светлый насколько это необыкновенный человек и чтобы кто-то мне говорит что я ехала ради то же самое за любу говорили что я ехала специально езжу по родственникам санвела по друзьям санвела у меня уже такая голова честно тогда была честно мне это тогда было очень тяжело выдерживать эти благодаря лёше и коли я это выдержала благодаря их поддержке и словам которые навсегда останутся в моем сердце спасибо вам большое ребятам в общем я погуляла с дианой по запорожде это всего было пару часов но я честно это запомню на всю жизнь потому что это очень хороший человек во всех ребята есть какие-то свои недостатки но я стараюсь их в людях не видеть потому что как только начинаешь видеть всякие недостатки ты начинаешь от этого расстраиваться ну не знаю диана очень хорошая мы записали с ней интервью поэтому не знаю я бы с удовольствием с этим человеком еще раз встретилась и не только с ней и не только с ней что же еще было такого в этом году поездка опять же в днепр я не буду на этом делать определенный особенный акцент но многое было и позитивное светло давайте я больше не буду уже за месяц говорить там дальше было буквально ну новомосковске еще ездила вот вот куда еще ездила это в новомосковск это в днепропетровской области тоже я думала маленький городок маленький оказался очень интересно опять же на московск приехал по той причине что там был мой друг товарищ брат муж алексей март спасибо ему большое он тогда был лапином там не будем вдаваться в особые подробности в общем так ребята пора уже наливать бокалы подводить окончательный итог того что в нашей жизни самое главное ребята это оставаться людьми я не хочу сегодня вспоминать о чем-то негативном о чем-то плохом а его было много но было очень много и наверное это плохое сделало меня сильнее и выносливее я хочу каждому из вас пожелать наверное самое главное не сломиться потому что жизнь очень сложная штука и очень тяжело держаться и выдерживать самое тяжелое самое больно мне кажется в людях это их слова это их слова и поступки я желаю вам чтобы в новом году поменьше негатива было у вас и вокруг вас чтобы в вашей жизни были только люди которых вы любите которых вы хотите видеть а те люди которые приносят вам разочарование какие-то несчастье что они просто ушли они просто отошли что ребята наливаем для настоящая шампанское может кто-то не поверит очень тяжело мне ребята это удалось спасибо всем большое кто есть на моем канале кто на нем будет я всегда буду ценить вас в каком бы состоянии вы меня не видели я надеюсь что вы останетесь на моем канале будете на него подписаны и будете получать только позитивные эмоции спасибо всем большое с новым годом спасибо всем пока спасибо всем пока Субтитры создавал DimaTorzok